я постепенно превращаюсь мне кажется в деда мороза еще вот кстати вот вот мы облепили грелкой за день 11 километров привет всем это мурат и это мой первый влог на канале наташи после анапы и брянска мы решили отправиться в снежную сказку на урале следующие два дня я буду изучать экотроп самого популярного парка на урале под названием таганай сейчас покажу вам как нужно утепляться чтобы не замерзнуть итак первым делом мы берем правильную обувь дальше утепляемся шапка носки перчатки специальные зацепки чтобы снег не попадал дальше непроникаемые штаны ветра непродуваемые дальше термобелье и конечно же куртка ну что готова к походу к каменной реке какое прекрасное настроение какая хорошая погода итак ребят следующие два дня я буду снимать экотропы в самом популярном парке на урале таганай такой вот визит центр с различными сувенирами таблица со знакомыми местами таганая вот она большая каменная река туда мы и пойдем с самого начала замечательная особенность этого парка в том что можно арендовать вот такие вот домики оставаться здесь и с утра пораньше выходить на экотропы и гулять вот посмотрите такие вот замечательные домики к моему удивлению как только открылась возможность резервации все домики уже забукировали очень быстро на самом деле очень интересно вот так и проснуться в этой зимней сказке и пойти гулять по экотропам в этот раз мурат полетел один снимать национальный парк таганай в челябинской области это первый национальный парк на урале он был основан в 1991 году здесь собраны одни из лучших трекинговых маршрутов россии чем же отличается национальный парк от заповедников если заповедниках деятельность человека практически полностью запрещено за исключением научной а для посещения необходимо специальное разрешение то на территории национальных парков туристы легко допускаются на бескрайних просторах парка таганай расположено более 20 природных объектов люди приезжают сюда со всей страны многодневные походы с палатками чтобы увидеть вблизи многовековые скалы урала и так мы идем в сторону каменной реки это место очень популярное среди местных и как нам сказали в новый год на его время нового года даже очень много приезжает сюда людей и выстраиваться очереди на смотровой площадке для меня это конечно неожиданно потому что путь туда занимает около шести километров и нам повезло так как мы будний день поэтому посмотрим я очень надеюсь что там не будет людей и получится снять что-то красивое те кто впервые мы им даем карту где обозначены кормушки чтоб люди не понимали вообще где они где их искать и вот такой пакетик семечек это не жареные семечки только если мы тормимся другой нельзя а почему нельзя потому что ну снеки соленые от соли птицы могут ослепнуть жареные семечки это лишние вещества которые в них появляются при жарке птицам вообще не свойственно есть такие продукты правильно ну да конечно временные со всякими добавками более того хлеб желудки у птиц он разбухает превращается в клейкую массу которая не переваривается человеческий рацион для лесных птиц нет то есть вот так вот можно приехать просто волонтером и кормить любой человек может там сказать во сколько он приедет мы ему выдадим вот такой вот набор специальный и он идет по тропе кормушки вот эти вот семечки постепенно превращаюсь мне кажется в деда мороза необычное состояние конечно достаточно холодно у меня в перчатках и в обуви теперь появились теплые стельки потому что ноги постепенно замерзают красота и хочу сказать что путь достаточно легкий проходим через ледяные реки походим по этой к тропе и на самом деле каменный россыпь причина его такая это не редкость на урале но мы идем к самой большой и главное тут не замерзнуть а ты облюбляешь грелками еще вот кстати вот вот мы облюбили грелкой специально чтобы работала батарея и трансмиттер и так мы почти подошли к реке сейчас вам я ее покажу тут конечно осенью совершенно другой вид если получится может быть мы покажем во влоге как здесь еще и осенью когда это массивная каменная река на фоне хвойных деревьев а сейчас она конечно же полна снегом ну-ка давайте посмотрим курум или каменная река это геологическое явление которое возникает из-за сильных перепадов температуры мурат просто мечтал его посетить во времена ледникового периода здесь на южном урале произошло резкое похолодание местные горные породы кварциты не выдержали мощного перепада температур и начали разрушаться под своей собственной тяжестью полуны посыпались в долину и образовали это удивительное место камни лежат в несколько слоев по подсчетам сотрудников парка волнов большой каменной реки хватит чтобы построить четыре пирамиды хеопса вы можете себе это представить вот уже пошел по моему шестой час как мы на природе фух за день 11 километров мы пройдем по этим тропам вот уже почти дошли назад к центральной базе действительно дожила на киолинском кордоне женщина фёкла минаем на бесчастная которая после того как угольные печи развалились лесхоз развалился осталась одна и и вроде как приняли лесничихой работать она жила там делала кое-какие лесные работы ну видимо бабки было скучно и она приходящих туристов решил развлечь у нее была коровка она ее подает туристов пригласить за стол они сядут она и молочка нальет наливает самоходит и как бы поет себе что молочок молочко на столок пятачок тоже на столок там туристы ну есть такие которые жалко бабушки они там пятачок три копеечки положит это представляете себе почти середина двадцатого века то есть 35 копеек это были такие значительные денежки бабка разбогатела начала в горд ходить а в горд она как интересно ходила утром уйдет пряников купит в магазине и обратно возвращается и всегда ходила босиком потому что ей было очень так это экономная была бабушка берегла свои калоши ботинки вот ее так старожилы часто и встречали что она идет сеткой сеточки такие плетеные раньше их называли авоськи полный пряников идет босая конечно она уже состарилась тому времени беззубая седая старушонка вот придет пряников наестся довольная туристов опять молочком напоит разбогатеет и опять магазин бегает ну и получилось так что к ним на киолинский кордон приехала экспедиция геологи бабку стали стыдить в то время 60-е годы какое частное предпринимательство бабка обиделась и ушла в лес ушла и пропала ну это так гласит вроде как легенда что бабулька пропала но стала появляться путником вот такая сухонькая седая беззубая высая старушонка которая очень любила пряники туристы ее с удовольствием подкармливали кто печеньем кто пряниками вот так и появилась эта киолинская бабушка но поскольку это было в районе киолинского кордона реки большой киолин вот ее и прозвали киолинская бабушка встречается она до сих пор иногда мне приходят у турист рассказывает а мы бабку видели басу я сама неоднократно встречала на в грязи на дорогах следы басы о о о о о о Черная скала – одна из северных вершин Назминского хребта. Это самая популярная локация для праздничных фотосессий. Уральские невесты поднимаются к скале даже на каблуках. К сожалению, в наш съемочный день не повезло с погодой. А в ясные дни здесь горы как на ладони. Нужно понимать, что человек приходит в дикую природу. То есть это не парк культуры и отдыха. И даже когда он видит объекты инфраструктуры, когда он понимает, что о нем позаботились как о посетителе, это не значит, что он здесь может вести себя как в парке культуры и отдыха. То есть какие-то факторы беспокойства, громкая музыка, крики, шум, конечно, лучше на территории этого не делать. Естественно, мусор должен быть за собой, убран весь. И естественно, его оставлять ни в коем случае нельзя. Следующее такое принципиальное правило, которое вызывает, наверное, такой самый серьезный негатив – это домашние животные. Мы ни в коем случае не разрешаем посещать парк с домашними животными. Это международная практика. Все-таки это дикая природа. Здесь хозяева – дикие животные. Один человек, наверное, ничего страшного не сделает, если найдет три палки и их сожгет. Но если это начнут делать 150 тысяч посетителей, то это превратится уже, конечно, в большую проблему. Продолжение следует... Национальный парк Таганай – удивительное место. Оно хранит в себе многовековую историю, является домом для сотен животных и растений. Мурат с командой прошли всего лишь малую часть заповедника, который раскинулся на тысячи километров. Это отличное место для коротких и многодневных походов, во время которых можно остановиться ночевать в невероятно диких местах. Мы очень хотим посетить это место и летом, чтобы снять для вас больше красоты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова